Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Предприятие полного цикла переработки древесного сырья. Здесь делают гофрированный картон и ящики из него. Упаковочная тара ЦКК обеспечивает всю страну. Поставки идут в страны СНГ, Прибалтику и Европу. Очередным шагом в развитии стало открытие завода по производству беленой целлюлозы. В следующем году предприятие должно выйти на проектную мощность. Оно будет перерабатывать около 2,5 миллионов кубических метров древесины и выпускать 400 тысяч тонн продукции. Из них 300 тысяч тонн планируют экспортировать. Производство целлюлоза – одно из самых эффективных направлений деревообработки. Экспорт одной тонны приносит в 5 раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой целлюлозу произвели. И еще важный плюс – для производства пойдет любой лес и съеденный караедом, и почерневший, и сломанный бурей. Целлюлоза – это вот такие вот белые, в общем-то, ничем не примечательные листы. Но цена у них очень высокая. Однотонна стоит 700 долларов, то есть дороже нефти. Рынок целлюлозы стремительно развивается и увеличивается именно производство беленой. В мире резко сократилось потребление газетной пищи бумаги, зато растет использование бумаги для санитарно-гигиенического применения. Розничная и интернет-торговля являются драйверами спроса на тароупаковочные материалы. Производители одежды дают предпочтение недорогому натуральному, а более дешевому искусственному шелку. Для производства всего этого нужна в первую очередь беленая сульфатная целлюлоза. Она занимает 70% всего целлюлозного рынка и востребованность увеличивается. До строительства завода всю беленую целлюлозу Беларусь закупала, сейчас может продавать свою. Если учесть, что целлюлоза – это такой дорогостоящий материал, то это, можно сказать, пещера сокровищ Алибабы. Причем большая часть того, что здесь находится, уже продана. Несмотря на то, что завод пока в процессе пусконаладки, сбывает все, что делают. Порой даже то, что еще не произведено, уже продано. Заказчиков очередь только зарабатывай. Даже работая в полсилы, завод обеспечивает достойные зарплаты. Ученика берут сразу с окладом 600 рублей, операторы получают до 1200. Начальник участка – 2000. Заработок приличный даже для столицы, что уж говорить про Светлогоск. Но есть в этой банке меда и ложка дегтя. Часть местных жителей жалуются на неприятный запах от завода. Особенно возмущены в деревне Якимова-Слобода. Люди не верят лабораторным исследованиям о безопасности воздуха и считают запах ядовитым. Более того, они уверены – завод их травит, а правду скрывают. Чтобы показать, что скрывать нечего, власти и предприятия пошли на беспрецедентные меры. На новое производство пригласили сомневающихся и журналистов. Плюс общественность города – это педагоги, рабочие, пенсионеры, обычные светлогорцы. Экспертное мнение должны были составить специалисты из Гомеля и Минска. Группа большая. В один автобус поместились с трудом. Осмотр начинается с площадки, на которую поступает сырье. К слову, пахнет здесь только спиленным деревом. Тут же, кроме вопросов о запахах, появляются новые. Представник нашего города-побратима с Германией Хельмштета поглядев на все это. На жаль, его женима в живых. Добрый человек был. И сказал, что когда попрацует этот завод годов 10, то Беларусь перетворится в пустыню. Вот этим вызвано мое питание. Ну, я хочу ответить вам. Мы прекрасно знаем Германию. Значит, я лично посетил предприятие, которое было запущено в 96-м году. Это в 120 километрах от Берлина в городе Штендаль. Значит, предприятие мощностью 690 тысяч тонн. То есть на 50% больше, чем наша мощность. И они тоже самое из вот этого региона, Брандербург и ближайшее к северу, заготавливают низкосортную сосну, хвою, березу и перерабатывают селозу. Предприятие аналогично имеет, значит, оборудование компании Андриц. И, соответственно, работает по той же технологии и выпускает продукцию. К слову, в Германии одни из самых жестких экологических законов в мире. Там предприятие построили, когда убедились в полной безопасности и нашли надежных поставщиков. Ими оказались как раз те самые австрийцы, что поставляли технику в Светлогорск. Делегацию заводят прямо в цеха. Здесь идет основной процесс переработки. Запах неприятный, но только внутри. На улице он уже не чувствуется. Очистные сооружения на заводе тоже самые современные. Сточные воды проходят столько систем очистки, что на выходе чуть ли не чище, чем перед поступлением. Правда, людей смущает желтоватый оттенок. Возьмем воду до сброса. И вот эту воду, которая сброса. И скажите, как мне вам доказать, что они не знают. И по внешним признакам мы сравним, что та вода будет чище, чем вот эта. Вот и все. Каким внешним признакам? Подсветным. Лабораторные анализы воды тоже проводятся. Превышения по вредным веществам нет. Местные жители говорят, что вода опасна и уже загрязняет Днепр. В таком случае должны бить тревогу украинцы. Но не бьют и, вероятно, ничего не находят. А это пульт управления заводом. Здесь все работает как часы. За процессом наблюдают десятки человек. А любой ошибки техника тут же просигнализирует. Система умная и сама себя защищает. Там все регулировки, все подачи, они сделаны. То есть система сделана, ну, скажем так, по-европейски. Она много защищенная. Возле центра управления, кстати, есть некоторый запах, но совсем легкий. И вообще на территории завода никто в противогазах не ходит. Они есть в наличии, но для повседневного применения не используются. В целом, большого зловония гости не чувствуют. Перед началом съемок нас уверяли, что никакой живности ни на территории завода, ни около завода не осталось. Потому что здесь плохая экология, и все животные ушли. Но, как видите, вот этот вот котик, например, себя вполне хорошо здесь чувствует. Еще мы заметили птицы бабочек. Хотя слышали, что здесь так дурно, что даже птицы мимо не прилетают. Это наталкивает нам мысль. Завод слишком быстро обрастает слухами. Если в отчетах и исследованиях можно усомниться, то как не верить своим глазам? Все виденное предлагают обсудить в зале. Инициатором диалога выступил Светлогорский райисполком. Сюда пригласили два десятка экспертов. Ученых, медиков, правоохранителей, экологов. В том числе столичных. Но инициативная группа жителей Якимовой Слободы от диалога отказалась. Мы не против. Мы знаем, какие получим ответы. Зачем нам там приходить? Те люди, которые там приехали к вам на встречу, еще раз говорю, неоднократно. Мы писали и будем писать. Это вот третья часть вот этих вот бумаг, которые мы получили ответы. Пока вы будете чувствовать запах, вы будете бороться. Конечно, будем бороться. Как только в зале появилась информация о том, что самые активные возмущенные покинули встречу, ушла и чай журналистов. Тех СМИ, в которых были самые громкие статьи о якобы травящем людей заводе. Возмущение местных жителей и рассказы о тяжелых последствиях выбросов не могут не впечатлить. Они действительно вызывают сочувствие. Но если отойти от эмоций к фактам. Ни одна служба не подтвердила вред завода для человека. Ни одна экспертиза, в том числе независимая российская, не нашла превышений. Не предоставлено ни одного задокументированного, хотя бы на мобильный телефон, случая, чтобы надышавшиеся газом дети теряли сознание в школе. Или людей от запаха рвало кровью. А именно такие слухи ходят по городу. Мои дети в городе ходят и в детский сад, в школы, в спортивные школы. В спортивных школах они общаются с ребятами из раз, со всего города. И ни разу, ни один мой ребенок не сказал, что вот там-то, там-то, либо в этой школе, либо вот у нас в садике есть какие-то рвота, ломороки, кровотечения. Поэтому, отслеживая все эти вещи в социальных сетях, ну и также встречаясь с людьми, которые истерят, не ходите в детские садики, давайте это все дело закрывать, писать. Ну, я к этому отношусь как-то с легкой иронией. Жалко, кого здесь нет. Я хотела к ним обратиться. Ваши же родители. И слава богу, люди, которые работали и с Минватой, которые наш БИК выпускал, я сама в этом цехе работала, фармадегет, это особо вредные. Люди живут, слава богу, от 80-90. Я 40 лет отработал, когда приехал. Я помню все запахи, химзаводы помню запахи. Наши запахи помню, да. И вот те, кто буквально неделю назад, я шел на первом районе, после дома, сидит, три старухи, отходит женщина молодая. Бабушки, что вы сидите? Звоните 112. Нас трали. Так они говорят, мы же не ригаем, ничего. Нет, вы все равно звоните. Ну как это так? Зачем эта инициативная группа такое создает, такой же ажиотаж в городе? Запах иногда можно почувствовать. Этого на заводе не отрицают. Но связан он с процессом пусконаладки. Сейчас он уже менее острый, чем был сразу после запуска. К концу года проблему обещают снять. Но из труб, заметьте, выхлопа нет. Это работают электрофильтры, которые осаждают взвешенные частицы. И по показателю взвешенных частиц в воздухе, вы все видите показатель, который есть у нас в бегущей строке. Там, еще раз говорю, что эти фильтры обеспечивают 99% очистки. Запах непостоянный и не представляет опасности, утверждают эксперты. Тот самый меркаптан, которого так боятся жители Слободы, можно встретить и в быту. Его добавляют в природный газ, чтобы придать запах, предупреждающий об утечке. Ядовитый вряд ли бы стали добавлять. Запах, слышим, он неприятен. Может ли для отдельных граждан-аллергетиков он вызвать кастер-аллергические реакции? Особенностью, например, такой группы веществ, как меркаптаны, является то, что действие этих веществ рефлекторное. Не возникает никаких изменений глубоких со стороны здоровья человека. И гигиенические нормативы при их соблюдении не обеспечивают безопасность. В зале два десятка экспертов. Они и их коллеги проверили завод вдоль и поперек. Все обращения местных жителей во все инстанции на контроле. По закону они не могут оставаться незамеченными, поэтому к делу постоянно подключаются новые специалисты. На все готовы ответить компетентно и только фактами, хотя без эмоций тоже не обходится. Юрий Андреевич со всей своей семьей живет в Светлогорске. Я свою семью перевез маленьким ребенком сюда. 11 лет ходит в эту школу. Лугинец Александр Васильевич со всей семьей живет здесь. Все, еще раз говорю, да, то есть... Товтин Игорь Павлович, со всей семьей живет здесь. Дышим этим воздухом, ну, зная какую-то информацию. Наверное, человек бы свою семью куда-то уже вывез бы, тем более имея эти возможности. То есть я коренной камельчанин. Год живу в Светлогорске. Финал конфликта пока не обозначен. Возмущенные жители Якимовой Слободы готовы к разговору только по своим правилам. В интернете активисты запустили сбор денег. Это у некоторых уже вызывает подозрения, но сумму обещают потратить на экспертизы. Тем временем, дурной запашок от этой истории уже распространяется далеко за пределы Светлогорска и даже Беларуси. По некоторым данным, санаторий «Серебряные ключи» теряет российских клиентов. А город в интернете представляют зловонной клоакой. И все это пахнет куда более дурно, чем Меркаптан. Анастасия Кучинская, Игорь Марищенко, Сергей Лукашок. Специально для Новостей недели.